Добрый день, дорогие друзья! Сегодня телекомпания СТВ подводит итоги первого краевого конкурса среди учителей «Народное признание». Он стартовал в День Учителя и завершается в День Народного Единства, что символично, так как главное, что может и должно объединить и сплотить нацию – это знания. Голосование проходило посредством СМС-сообщений, в которых жители края указывали имена лучших, по их мнению, учителей. В адрес конкурса поступило более 18 тысяч СМС. Были названы фамилии 500 учителей из всех уголков Ставропольского края. Абсолютным количеством голосов была определена десятка лучших педагогов Ставропольского края. Их имена, имена лучших учителей мы назовем сегодня в прямом эфире краевой телекомпании СТВ. Сегодня с вами Егор Басович и Елена Ливинская. Дорогие друзья, мы начинаем! Подчас бывает не раз, что в профиле Ливиан Фас никак не можешь увидеть чудо. Но знай, оно среди нас нам помогает сейчас и не берется из ниоткуда. Все за жар непоказы мы в этот час добьемся всего на свете. Дай, что мы не одни, и эти одни дорогу спуску осветят. Распахни глаза, думай и вари, целый новый мир открывает тебе дверь. Мы подарим собой тысячу вершин, вместе мы сильны, стоит лишь мечту поверить. Е-е-е, о-о-о-о, целый новый мир открывает тебе дверь. Е-е-е, о-о-о, вместе мы сильны, стоит лишь мечту поверить. Бывает что-то не так, но знай, что это пустяк, ведь ты сейчас так красив и молод. Я рисовала любовь, я рисовала мечту, а на рисунке нашла наш город. Дай мне руку, мой друг, взгляни же вокруг, как наша земля красива. Звезды светят для нас, и мы в этот час пославим тебя, Россия. Распахни глаза, думай и вари, целый новый мир открывает тебе дверь. И подарим собой тысячу вершин, вместе мы сильны, стоит лишь мечту поверить. Е-е-е, о-о-о, целый новый мир открывает тебе дверь. Е-е-е, о-о-о, вместе мы сильны, стоит лишь мечту поверить. Сердце жар не покажет, и мы в этот час пославим тебя, Россия. Распахни глаза, думай и вари, целый новый мир открывает тебе дверь и покорить собой. Тысячу вершин, вместе мы сильны, стоит лишь мечту поверить. Е-е-е, о-о-о, целый новый мир открывает тебе дверь. Е-е-е, о-о-о, вместе мы сильны, стоит лишь мечту поверить. Десять лучших педагогов, по мнению учеников и их родителей. Десять уважаемых людей нашего края, которые в прямом эфире назовут имена победителей. Первый победитель и первый награждающий. Дорогие друзья, все внимание на экран. Самое главное в жизни каждого из нас событие – это когда мы начинаем учиться. И самый главный человек на земле – это учитель. И на всю жизнь имя учителя свято для каждого из нас. И вот сегодня мне выпала такая честь по итогам смс-голосования зачитать имя победителя. По итогам смс-голосования самого честного конкурса Ставропольского края «Народное признание-2015» победителем становится Данилова Татьяна Алексеевна, учитель школы номер один, село Курсавка Андроповского района. Количество полученных смс-сообщений составило 1501 голос. Искренне поздравляю вас. Село Курсавка Андроповского района и славный педагог. Один из победителей проекта «Народное признание» Татьяна Алексеевна Данилова. Татьяна Алексеевна работает в школе порядка 15 лет в нашей школе. Человек очень увлеченный, добросовестный. Математика, наука довольно-таки сложная. Учить детей этой науки особо сложно, я считаю так. А научить их познавать материал с увлечением, наверное, это стоит очень большого труда. У Татьяны Алексеевны все получается. Основной это труд, старание, терпение. Поэтому и все вот удается. И свои дети, у меня две дочери тоже здесь учились. Вот первую школу заканчивали. Обе медалистки хорошо учились. Старалась им помогать. И они мне помогали во многом. Поэтому вот так вот и держимся. Я мама-выпускница. У меня дочь учится у Татьяны Алексеевны Данилова уже четвертый год. Очень хороший, добрый, отзывчивый человек. Но главной ее отличительной чертой является то, что она не только может преподнести свой предмет, заинтересовать ребенка, но и то, что ребенок осознанно воспринимает то, что ему преподают. Я хочу рассказать о Татьяне Алексеевне. Она хороший человек, она очень хорошо преподает нам уроки. И сейчас она пришла в наш класс. И действительно, за такое короткое время мы подружились. И вместе с ней, вот когда она пришла, у нас дисциплина сейчас на высшем уровне. У нее энциклопедическая память. Она знает даты рождения, годы выпуска со школы выпускников. Она помнит фамилии, имя, отчество родителей. Она ориентируется, как сложился жизненный путь выпускника. То есть, может проследить, в каком... Если обратишься к Татьяне Алексеевне с вопросом, когда, кто и что закончил, то ответ получаешь сразу. То есть, ей не нужны даже документальные подтверждения. Этот ответ у Татьяны Алексеевны всегда готов. Ну что ж, друзья, мы познакомились с первым победителем нашего замечательного проекта. Продолжаем дальше, продолжаем аплодировать, друзья! Имя следующего победителя назовет настоящая звезда Ставропольской академической сцены. Заслуженный артист России. Ведущий артист Ставропольского академического театра драмы имени Лев. Общественный деятель и всем известный автор праздничных программ. Александр Владимирович Ростов! Дорогие, среди девальвированных слов в России осталось только три святых слова. Мама, учитель и Родина. Поэтому я сейчас с огромным волнением скрываю этот конверт и оглашаю имя замечательного, удивительного победителя. Ею становится по итогам СМС-голосования самого честного конкурса Ставропольского края «Народное призвание» Победителем становится Наталья Анатольевна Абакумова! Учитель лицея номер три города Минеральные воды! Отправляемся в город Минеральные воды и ближе знакомимся с Натальей Анатольевной Абакумовой! Я не помню себя, чтобы передо мной какой-то вопрос стоял. А кем же мне быть, кем же мне стать? Говорят, когда человек на своем месте, он счастлив. По праву счастливая считает себя учитель начальных классов Минераловодского лицея номер три Наталья Абакумова. Ведь стать педагогом она мечтала с детства. Я высаживала в ряд кукол, доска, игрушки, и там проходили мои первые уроки грамоты. Наверное, еще повлияла моя первая учительница Петриенко Раиса Андреевна. Надо отдать должное ей, да, огромное ей спасибо и низкий поклон. И вот уже 23 года работает в третьем лицее. На уроке, как на праздник, всегда ухоженная, красивая, с лучезарной улыбкой. Так даже изучение звуков становится увлекательной игрой. Нас ждет много открытий и интересных познаний. Я хочу, чтобы у нас урок прошел весело и в хорошем настроении. Наталья Анатольевна у нас добрая, хорошая, выносливая. Учит составлять схемы и учит гласными звуками и согласными звуками. Я всегда своим детям говорю, что важно быть хорошим человеком. И всегда учу их и нацеливаю на то, что к людям нужно относиться так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Мы знакомы не так давно, чуть меньше года. Познакомились мы непосредственно здесь на курсах, на дошкольных курсах. У нас был выбор между учителями. И в великой радости, наверное, так скажем, мой ребенок выбрал именно ее. Почему? Потому что очень понравилось отношение непосредственно к ребенку. Она предоставляет очень хорошие ролевые игры. То есть находит подход индивидуально к каждому ребенку. Бесподобный педагог. Вот все, что можно вложить в наших детей в плане знаний, она вложила. Помимо этого, она вложила в них душу. Она их научила любить, дружить. Все эти четыре года они жили как одна большая семья. Наталья Анатольевна не только об учениках печется, но и права коллег отстаивает. Более трех лет она председатель первичной профсоюзной организации. Грамотно выстраивает работу со своим социальным партнером, директором школы. Ее уважают коллеги. И она уже была награждена неоднократно грамотами нашей городской организации. Ее победа – это победа коллектива. Для нашего лица это очень значимо. То, что она стала финалистом этого конкурса, а это конкурс независимый, это оценивает ее общество, для нас это очень-очень значимо, потому что это повышает рейтинг образовательного учреждения, и это имидж нашего образовательного учреждения. За 23 года работы Наталья Анатольевна дала путевку в жизни сотням детей. И все они до сих пор с теплотой вспоминают ту, что впервые привела их в мир знаний. Моя первая учительница была, естественно, Абакуна Наталья Анатольевна. Мне она запомнилась как очень добрым, отзывчивым, позитивным человеком. Всегда может помочь нам в трудную минуту. Я помню, когда мы с одноклассниками с нетерпением бежали в школу, чтобы ее увидеть. Она постоянно сияла улыбкой и добротой. Это лучший учитель, которого я помню из начальной школы. За последние 4 года она мне подарила много счастливых воспоминаний и интересных событий в моей жизни. Хотела бы, чтобы она победила на конкурсе лучший учитель края. Всяческую поддержку нашему проекту оказывало Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края. И право объявить еще одного победителя мы с удовольствием предоставляем министру образования и молодежной политики Ставропольского края Евгений Николаевич Козюров. Встречайте! Евгений Николаевич, если разрешите, вначале один вопрос. Проект совсем новый, проект впервые в нашем крае осуществлен. Ваши к нему отношения и нужны ли такие проекты в нашей стране? Добрый день, уважаемые друзья. Мне очень радостно приветствовать, находиться в этой теплой дружественной обстановке. Даже если с утра было не очень хорошее настроение, поднявшись на эту сцену, я понял, ради чего стоит жить и работать, когда видишь глаза детей, когда видишь глаза педагогов. В крае у нас трудится около 17 тысяч педагогов. Мы проводим разные конкурсы, конкурсы профессионального мастерства. Работают опытные жюри. Но жюри всегда выясняют профессиональную степень нашего мастерства, наших педагогов. Этот конкурс, конкурс народного признания, он стоит, наверное, самого дорогого, потому что здесь свою душу отдают, свою любовь, именно дети отдают и родители. И, соответственно, тот рейтинг, который получает педагог, он фактически... Самый настоящий. Да, очень дорогого. Если Старопольский край называется краем золотых сердец, то наши педагоги являются фундаментом, золотыми сердцами нашего образования. Мне хочется сказать большое спасибо всем победителям, именно которых мы с вами сегодня узнаем на этом конкурсе. Давайте к этому и перейдем, к самому важному. Друзья, внимание! По итогам СМС-голосования. Самого честного конкурса Старопольского края. Народное признание 2015. Победителем становится Ширяева Ирина Васильевна. Учитель лицея номер 14 города Старополя. Количество полученных СМС-сообщений в адрес Татьяны Станиславовны составило 1316 голосов. Друзья, аплодисменты! И вот он, наш победитель здесь на сцене! Как здорово, что в этом зале не только наши педагоги, но и ученики! Посмотрите, какой букет прекрасный! Спасибо, 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 мои хорошие! Спасибо, спасибо, спасибо большое! Друзья, аплодисменты! В своей работе она, безусловный труженик и безусловный профессионал. А вот сейчас мы узнаем, какова наша победительница в обычной жизни. Все внимание на экран. Я в детстве знала, что я буду учителем. Все мои детские игры были основаны на школе. Школьная доска у меня была в комнате, помню, наверное, лет в пяти, где я вырисовывала первые буквы, первые цифры. Поэтому, когда я закончила школу, я с удовольствием поступила сначала в училище, потом в институт, и вот уже 30 лет работаю учителем начальных классов. Образ строгой училки с указкой к Ирине Ширяевой совершенно не имеет отношения. В ее обучающем арсенале только интересные примеры, занимательные задачки, поддержка учеников и никакой унылой зубрежки. На математике мы решаем всякие примеры, решаем загадки. Нам очень интересно решать эти загадки с Ириной Васильевной. Она всегда нам добавляет новое что-то, нам всегда весело учиться на уроках. Так хорошо преподает нам, так интересно. Ирина Васильевна объясняет, нам очень интересно, мы заинтересованы уроком. Мы ездим всем классом, то в Кисловодск, в прошлом году ездили в Краснодар. В отличие от других устраиваем много праздников. Даже с помощью интонации, а тем более игровой ситуации, она способна заинтересовать детей любым школьным предметом, будь то математика или окружающий мир. Например, сейчас это не кабинет, а больница. Здесь есть хирург, пациент и ассистенты врача. Они ученики начальной школы. Где желудок? На нашем пациенте. Ну-ка, давай попробуем. Да. Ирина Васильевна поддерживает учеников во всех начинаниях, рассказывают родители четвероклашек. Ободряет в неудачах и вместе с малышами радуется успехом. Желание учиться и общаться – вот что видят папа и мама в глазах своих детей, слушая очередной рассказ о прошедшем школьном дне. Она действительно вкладывает душу, она пытается выделить их сильные стороны, она пытается как-то побороть их недостатки, помочь детям раскрепоститься. Поэтому мы видим результаты сейчас. Такие люди, наверное, рождаются раз в сто лет. В ней сочетается абсолютно все. Она безумно любит свою профессию. Она не только понимает, что в детей нужно вложить знания, их нужно готовить к этой взрослой жизни. Для меня очень важно, что мой сын сказал, что когда я вырасту, мама, одной из самых главных побед в своей жизни я посвящу своей любимой учительнице. Профессия педагога, скорее всего, и есть ее призвание, уверены родители. И действительно, преподавательская деятельность уже давно стала семейной чертой Ширяевых. Бабушка, сестра, дочь и племянница Ирины тоже трудятся на Ниве образования. А сама она давно разгадала секрет любимой профессии. Когда смотришь, приходят к тебе детки, ты смотришь и стараешься понять этого ребенка, полюбить этого ребенка. Потому что родители, когда отправляют детей в школу, они доверяют тебе самое-самое дорогое, что у них есть на свете своих деток. И моя задача, как тем более первого учителя, научить их познать радость познания учиться, научить их дружить в коллективе, научить их, чтобы они чувствовали себя в школе уютно и комфортно, чтобы они не боялись идти на уроки, чтобы они с удовольствием бежали в школу. Ее самым первым ученикам сейчас уже под 40 лет. И очень приятно, рассказывает женщина, когда они из самых разных уголков России присылают ей письма. До сих пор. Мы продолжаем церемонию награждения победителей самого честного конкурса. Проекта «Народное признание». И с нами на связь выходит председатель Думы Ставропольского края Юрий Васильевич Белый. По итогам СМС-голосования самого честного конкурса «Народное признание 2015 года» победителем становится Гудилина Ольга Викторовна, учитель школы номер один города Изобильный, Изобильнинского района. Она набрала 1305 голосов. Поздравляю Ольгу Викторовну. Всем самые добрые слова. Добра, счастья и удачи. Город Изобильный с гордостью представляет нам своего победителя проекта. Ольгу Викторовну Гудилину. Ольга Гудилина – учитель начальных классов первой школы города Изобильный. Уже 25 лет подряд дает... Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Алина Афакуевна Левицкая! С волнением и даже некоторым трепетом открываем конверт. По итогам СМС-голосования самого честного конкурса Ставропольского края «Народное признание» 2015 года победителем становится Сыромятникова Татьяна Алексеевна, учитель гимназии номер 25 города Ставрополя. Независимо от того, дорогие коллеги, стали ли вы победителями в этом конкурсе, по самому вот этому факту голосования за вас детей, честному, искреннему, вы уже победители. Это подтверждает ваш статус настоящего учителя, который не только увлекает ребенка миром ваших знаний предметных, но прежде всего влияет на становление ребенка, воспитывает его собственным примером. Одним словом, вы становитесь тем человеком, который может быть иногда больше собственных родителей по жизни, как наставник. И нашим внутренним таким локатором мы ориентируемся на такого учителя, независимо от возраста, независимо от того, как давно мы окончили школу, как на своего рода такой нравственный навигатор. И в разных жизненных ситуациях задаем себе вопрос, а вот моему любимому учителю, наставнику, вот эти мои действия, поступки, мысли, отношения понравились бы, как бы он их оценил? И ответы иногда бывают неоднозначные, но важно, что вы есть, и важно, что вы становитесь такими мощными навигаторами по жизни. Это означает, что вы состоялись как настоящий учитель. Поздравляю вас! Победитель проекта из столицы нашего края и сюжет о ней – Татьяна Алексеевна Сыромятникова. От врачей и учителей требует чудо. А если чудо совершится, никто не удивляется. Вот уже 20 лет каждый день чудо совершает Татьяна Сыромятникова, учитель русского языка и литературы. Еще будучи в школе, я уже для себя решила, что я буду учителем. Никакая другая профессия меня не привлекала совершенно. Ни в чем другом себя не вижу, это во-первых. А во-вторых, я очень люблю детей. Благодаря своему школьному учителю она полюбила родной язык. Сегодня она передает эту любовь уже своим ученикам. Профессия учителя, она трудна. И трудна в том плане, что это должно идти все от души. Считаю, что мои успехи – это успехи моих детей. Татьяна Алексеевна всегда говорит, что у нее находится в сердце. Она очень интересно преподает. Она никогда не врет. Очень добрая, отзывчивая. Почему она лучшая? Ну, не знаю, вот когда мне было тяжело, у меня выходила плохая оценка в четверти, она мне пошла на помощь, она мне помогла. Я не знаю, как объяснить, но она настоящая, что ли. Она, ну, я не знаю, она самый лучший учитель, по моему мнению. Татьяна Алексеевна, она очень хорошая, у нее очень открытое сердце и душа. То есть, это вот, у нас были учителя, но все они, как только кто-то приходил, там с камерами, еще что-то, сразу же учителя становились шелками. От этого они были совершенно не шелками. Татьяна Алексеевна, она вот всегда вот такая вот, как она вот сейчас, как вы ее сейчас видите. Конечно, любовь и благодарность детей и их родителей – главная награда учителя. Но большое значение имеет и уважение коллег. Это тот человек, который дарит детям не только свои знания, но и широту своей души. Я думаю, как раз причина успеха Татьяны Алексеевны в том, что она умеет найти подход, ключик к каждому ученику, вызвать на откровенный разговор о себе и об окружающем. Главное в ней есть. Она любит детей и она любит свою работу. А я очень люблю слова Толстого по этому поводу. Совершенный учитель тот, кто соединяет в себе любовь к детям и к профессии. В ней это есть, это, по-моему, самое главное. С ней работать комфортно. Это такой человек солнце, она очень доброжелательная. Тот самый ключик Татьяна нашла в первые дни своей работы в школе. Никогда, говорит, не было проблем ни с дисциплиной, ни с доверием. Дети сразу видели в ней наставника и друга. С годами педагогический талант удалось только развить. И подтверждение тому народное признание. Сегодня у нас в гостях еще один уважаемый человек, который с радостью поддержал проект и согласился принять участие в награждении его победителей. Депутат Думы Ставропольского края Николай Олегович Новопашин. Здравствуйте, Николай Олегович. Здравствуйте. Николай Олегович, можно перед тем, как вы объявите одного из наших победителей, один вопрос. Что для вас учитель? Мне кажется, что у каждого человека есть такие вещи святые. Это мать, это родина и первая учительница. Друзья, вы слышали? Я думаю, что этими словами сказано все. Николай Олегович, прошу вас, скажите же нам имя, фамилию и отчество еще одного лауреат проекта. По итогам СМС-голосования самого честного конкурса Ставропольского края «Народное признание-2015» победителем становится Макарова Юлия Анатольевна. Благодарненский район, село Елизаветинское. Юлия Анатольевна Макарова, еще один победитель проекта «Народное признание». Юлия Анатольевна Макарова, учитель русского языка, литературы и английского. В восьмой школе села Елизаветинского она когда-то училась и сама. Преподавать начала 11 лет назад, когда еще училась в университете. Проходила практику в родной школе, зарекомендовала себя, ее взяли на работу. В своих уроках вношу какие-то новшества, пробую. Не всегда говорю, что это венчивается успехом, что-то не получается у нас. Но, тем не менее, мы пробуем. И вот это новаторство замечает наш преподавательский состав и, конечно же, ценят. Потому что стоять на месте, наука не стоит на месте, мы должны, конечно же, развиваться вместе с детьми. Юлия – мама троих детей. Но, несмотря на большую семью, много времени уделяет работе. Говорит, тетрадки и красная ручка всегда с собой, чтобы в свободную минутку можно было проверить задание. Она интересна и понятна, объясняет уроки. Юлия Анатольевна для нас как вторая мама. Она всегда готова выслушать нас вне уроков, помочь или что-то посоветовать. Мы ее очень любим, ценим и уважаем. Кстати, три года назад Юлия Макарова участвовала в конкурсе «Учитель года». Заняла второе место в своем районе. Коллеги отзываются о ней как об очень перспективном педагоге. Ее дети, ее класс, который сейчас у нее, вот шестой класс, они очень активные. Они не пропускают ни одного конкурса, мероприятия. Они ходят в походы, на экскурсии. Отношение в коллективе Юлии Анатольевны с педагогами очень хорошее. Она очень отзывчивая, она очень добрая. Ее очень любят дети, и мы ее уважаем за ее профессионализм. С учениками Юлия Макарова успевает заниматься и исследовательскими работами. Лучшие статьи отдают для публикации в газеты и научные издания. Ее ученики постоянно участвуют в олимпиадах и конференциях. Ее любят воспитанники, уважают преподаватели. Ею восхищаются родители. Она отзывчивая, добрая, очень внимательно относится ко всем детям. В любую минуту можно к ней обратиться. Даже не были случаи такие, что были случаи, что и домой звоним. Хотя она мама троих детей, но она не щадит своего собственного времени, уделяет внимание. И как человек можно к ней в любую минуту обратиться, она действительно поможет. О том, что участвует в конкурсе «Народное признание», сама Юля Макарова узнала совсем недавно. Моя старшая дочь с кем-то разговаривала по телефону. И не пойму, почему она диктует мои данные. Ну как мои данные. Макарова Юлия Анатольевна, МКОУСОЖ номер 8, Благодаренский район, село Елизаветинское, я же говорю, СОФА. Почему? Кому-то это вообще все. Ой, мам, ну ладно. Ну ладно, думаю, может какой-то сюрприз. Здесь же годовщина свадьбы, мало ли что. А потом, когда уже пришла я в школу, и ее одноклассники были у меня на уроке, и говорят, Юлия Анатольевна, а мы проголосовали за вас. Где? И тут-то, конечно, раскрылось. И вновь на сцене лучшие артисты Ставропольского края. Ваши аплодисменты, друзья! Опять лечу домой на Ставрополье, В простор полынной дымкою объятый, Где шумные богатые застолья И встречи под шатрами винограда. Хочу наветься я казачьих песен, С курганов вольным ветром надышаться, Послушать стерека с губа невести. Хочу еще надолго здесь остаться. Ставрополье, ворота Кавказа, Где меня встретят хлебом и солью, Щедрый край такой дивный и разный, В тополином куху Ставрополье. Ты напоишь целебной водою, Покоришь снова душу раздолье, И от гор до равнинку с тобою Прибывает любовь Ставрополье. По стравницам жемчужинам Кавказа Опять весной запенятся каштаны, Как чудо бьют под небом синеглазым, Крустальные источники Нарцвана. И с золотом волнуется пшеница На неоглядном бесконечном поле, И теплым хлебом в руки мне ложится Земли твоей богатства Ставрополье. Ставрополье, ворота Кавказа, Где меня встретят хлебом и солью, Щедрый край такой дивный и разный, В тополином куху Ставрополье. Ты напоишь целебной водою, Покоришь снова душу раздолье, И от гор до равнинку с тобою Прибывает любовь Ставрополье. Древний Ставрополь, город Креста, Город слабый с душою казачьей, Здесь сегодня живут неспроста, Их наследники сердцем горячим, Свою силу на добрые тратят дела, И все лучшее взяв из былого. Молодые и новые верят в ветра, И в твою Ставрополье дорогу. Ставрополье, ворота Кавказа, Где меня встретят хлебом и солью, Щедрый край такой дивный и разный, В тополином куху Ставрополье. Ты напоишь целебной водой, Покоришь снова душу раздолье, И от гор до равнинку с тобою Прибывает любовь Ставрополье. Мы продолжаем церемонию награждения победителей первого честного проекта «Народное признание». И время узнать еще одного победителя. Назовет имя этого человека Глава администрации города Ставрополя Андрей Хасанович Жадоев. По итогам СМС-голосования самого честного конкурса Ставропольского края «Народное признание-2015» Победителем становится Рустамян Гайне Самвеловна, Учитель лицея номер 35 города Ставрополя. Которая получила 624 голоса Путем СМС-сообщений. Я думаю, здорово, что в Ставропольском крае Любят педагогам. И здорово, что один из этих педагогов Из города Ставрополь. И снова город Ставрополь. Гайне Самвеловна Арустамян. Смотрим! Тяжело ли быть учителем? Любая профессия, конечно же, тяжело, Потому что мы вкладываем в нее всю душу. Потому что это дети. Дети порой бывают как отличники, Так и творчники, Так и балованные, так и послужные. Дети бывают разные. И мы их людям не за то, Что они хорошо или плохо учатся, Мы их людям за то, что это дети. Мы все голосовали, Потому что Гайна Самвеловна Наш любимый учитель. Она объясняет нам все, что мы хотим. Даже вот вопросы по испанскому. Мы подходим к ней и спрашиваем то, что хотим. Когда мы узнали об этом конкурсе, Мы решили все вместе проголосовать за нашего любимого учителя. Гайна Самвеловна очень добрая. Если что-то надо, Она объясняет все очень хорошо. Если надо, Находит индивидуальный подход к каждому ученику. Помогает. С ней можно обратиться вопросом не только по английскому, Но то есть с любым другим вопросом. Когда Гайна Самвеловна пришла устраиваться на работу, Как-то сразу в ней проявилась эта интеллигентность, Воспитанность, уровень культуры. Сразу было понятно, Что из Гайны Самвеловны получится хороший учитель. Но и не только учитель, Но и классный руководитель. Что наиболее важно. Ведь школа несет в себе функции Не только образовательные, Но и воспитательные. Мне очень приятно, Что наша учительница Гайна Самвеловна Стала финалисткой Такого замечательного конкурса, Что за нее проголосовали наши ребята. Мне нравится, Что предпочтение Дети отдали именно Вот такому молодому, Талантливому учителю. Для меня, Как для руководителя, Очень важно, Кто придет к нам на смену. И очень важно, Чтобы те молодые учителя, Которые приходят к нам, Они являлись носителями Той педагогической культуры, Которая заложена, В общем-то, Веками. И никто не отменял Еще и применение новых технологий, Чем успешно пользуется Гайна Самвеловна. И это дает результат. Церемония продолжается. Все больше и больше Имен победителей Звучит в этих стенах. Узнаем еще одно И назовет его нам Депутат Думы Ставропольского края Людмила Леонидовна Редько. Дорогие ребята, По большому счету, Такой интересный, Важный проект Затеян только для того, Чтобы вы с самых маленьких лет Понимали, Как важно В жизни встретить человека, На которого вы захотите Быть похожими В любой ситуации, В радости, В горе, В беде, В счастье и несчастье Человека, Чья жизнь может стать Для вас, Если не примером, То хотя бы Вот такой ниточкой Называется она, Если вы будете учиться дальше, Вы узнаете, Нить Ариадны. Это нить, Держась за которую, Человек выходит Из любой беды, Из любого несчастья, Учится ничего не бояться В жизни И преодолевать все, Что жизнь ему предлагает. И вот кому сильно повезет, У того в жизни Бывает такой человек. И это не папа, И не мама, И не бабушка, И не дедушка. Это учитель. Итак, Победителем Народного признания В 2015 году Стал Учитель школы Номер 27 Города Ставрополя Антонов Виктор Владимирович Аплодисменты Вы из 10 финалистов, Из 10 лауреатов нашего конкурса Единственный мужчина Единственный мужчина Этому Нужно поаплодировать, Друзья, Как минимум Потому что мы все равно Привыкли, Что учитель в школе Это все-таки Женщина Как вам Работается в школе И что вы даете Своим ученикам Именно как мужчина В первую очередь Ну я считаю Наверное Народное признание Вот этот конкурс Наверное Это вся работа Нашего юноармейского отряда 27 школы С нашей выставкой Оружия Победы Мы проводим Много выездов делаем И основная наша задача Это народная память О подвиге Нашего народа Великой Отечественной Войны Наверное За эту память И было народное признание Давайте ближе Познакомимся С нашим победителем Виктор Владимирович Антонов Вот уже четвертый Год подряд В 27 школе Никто не прогуливает Уроки ОБЖ А все потому Что они действительно Интересные Тут не нужно Переписывать с доски Или писать Скучные по диктовке Учителя Например Сегодня На школьном дворе Выставка Посвященная Великой Отечественной войне Это РГД 42-го года Граната Так называемая Рубашка Использовалась Ее одевались В тех случаях Когда хотели добиться Больше осколков Отличалась от немецкой Гранаты Тем, что на конце У них была шавочка Ее нужно было Открутить И бросать Часто они забывали Это делать Даже писали себе Открути И когда они бросали Граната Вне взрывалась Русские ее откручивали И бросали в обратку Десятки экспонатов Ремен Второй мировой Из личной коллекции Виктора Владимировича Учителя УБЖ Увидели ученики Не только 27-й Но и других школ Ставрополя И даже края Отряд юноармейцев Под руководством Антонова Выступал перед Дошкалятами В десантной части И даже на параде Победы 9-го мая Патриотист должен воспитываться Не только от даты К датину Он должен воспитываться Постоянно Задача выпустить Из школы Не только успешных Карьерных Счастливых А самое главное Наверное Выпустить гражданина Который бы любил Свою родину Любил свою семью Его занятия Не прогуливают Более того Подростки приходят К нему Во внеурочное время Просто поговорить Он наставник и друг Признаются ученики И коллеги Такой конечно Профессионал Это наверное Честь школы И Не то чтобы Мы гордимся Мы его любим Неудивительно Что Виктор Стал победителем Конкурса Народное признание Мы знали Конечно Нам дали рекламу О том Что такой конкурс Проводится Поучаствовать Было интересно Но Мы думали Это маленькая школа Мы никуда Конечно Не пройдем Детям Рассказали О том Что существует Такой конкурс Дальше уже было дело Круг детей Нам Значит Скинули Ну В соцсетях Объявление То что Вот такое Вот такое Вот И все ребята Прям толпой Ринулись Все вот это Вот Голосовать Все такое Другим Скидывали Ну то есть Такое Все очень дружно И Оперативно Это все сделали Это наверное Признание Заслуг Всего нашего Отряда У нас коллектив Большой Почти 40 человек И большая работа Мы 34 выставки Провели С начала года И по краю И десантная часть Нас приглашала Неоднократно Для меня пример Старый-старый фильм Доживем до понедельника Надо Нынешнему поколению Которое В принципе Смотрит на нас Так с пренебрежением Наверное Каждый день Доказывать Что наше поколение Чего-то стоит Весь край Пристально Следил за ходом Проекта И вот сейчас Наступает время Когда мы узнаем Имя еще одного Победителя Все внимание на это По итогам СМС Голосования Самого честного Конкурса Ставропольского края Народное признание 2015 Победителем Становится Лешенко Татьяна Станиславовна Учитель школы Номер 6 Города Ставрополя Количество полученных СМС 1642 Поздравляем Татьяну Станиславовну Желаем И Творческих Успехов Крепкого здоровья Чтобы у нее Все получалось Татьяна Станиславовна Лешенко Город Ставрополь И сюжет О ней Внимание на экран Меня зовут Лешенко Татьяна Станиславовна Я Учитель Химии и Биологии В школе Номер 6 Города Ставрополя Она добрая Она всегда позволяет Исправить ошибки Я стараюсь Наверное быть С учениками На равных Может быть Эти ткани На поверхности Корней стеклей Листья Она добрая Всегда Разрешать Если кто-то Не сделал Потом Рассказать На переменках Я во второй четверти Постараюсь На пять Татьяна Станиславовна Поможет мне И будет все хорошо Татьяна Станиславовна Эрудированный Молодой Перспективный Преподаватель Работает В нашей школе Недавно Она из Школьной династии Учителей химии Моя мама Сыграла огромную роль В выборе Моей профессии Она Была здесь Учителем химии Сама Татьяна Станиславовна Наша бывшая ученица Недавно Она сидела За партой А теперь Она преподает Свой любимый предмет Теперь Люди Которые когда-то Были моими преподавателями Моими учителями Стали моими коллегами Чему я очень рада На ее уроках Никогда не бывает Грустно Ну скучно Она всегда Все ясно объясняет Наш класс Очень любит ее Она Правда Одна из лучших Учителей этой школы На ее уроках Она добавляет что-то свое Пытается Каждому Всех спрашивает Понятно ли Каждому пытается Помочь Вообще у нас И класс хороший И вот такой учитель достался Спасибо Спасибо всем Кто меня поддерживает Несомненно Мои дети И мои родители Которые Я уверена Тоже принимали В этом участие Спасибо им Мне очень нравится Мне очень нравится моя должность Мне очень нравится моя профессия Я очень рада Что именно здесь Именно в шестой школе Я нашла свое призывание Практически полностью оглашена Десятка победителей Кто же еще Войдет в их число С удовольствием Приглашаем на эту сцену Заместителя Председателя Правительства Ставропольского края Ирину Владимировну Кувалдину Уважаемая Ирина Владимировна Позвольте мне Ну Совсем чуть-чуть Завесу тайны Приоткрыть Я знаю Что Фамилия Одного из наших Лауреатов Которая сейчас В вашем конверте Вам вполне знакома И вы В свое время Были директором Той школы В которой она работала Все правильно? Все так и есть Мы бы сейчас Очень хотели Вас попросить И как лицо Абсолютно официальное И как педагога С огромным опытом И стажем Сказать Несколько слов Всем педагогам Ставропольского края Может быть что-то пожелать Этим людям? Дорогие коллеги Я горжусь тем Что конкурс Такого народного призвания Который проводится У нас в Ставропольском крае Сейчас завершается Подведением итогов Но я знаю Что далеко не все Учителя Которые достойны Самой высокой оценки Самых благих пожеланий Со стороны родителей Учеников Получили это призвание Сейчас И я надеюсь Что наше телевидение Которое делает Прекрасное дело Знакомиться С своими лучшими Учителями Продолжит это И мы узнаем Еще множество Таких же ярких имен А самое главное Мне хочется пожелать Своим коллегам Понимание среди родителей Благодарных И благодатных Для воздействия Учеников И понимание Среди коллег По итогам СМС голосования Самого честного Конкурса Ставропольского края Народное признание 2015 Победителем Становится Морина Наталья Николаевна Учитель гимназии Номер 24 Города Ставрополя Ваши аплодисменты Друзья Мы с Натальей Николаевной Действительно Работали Почти 6 лет Работали мы с ней В школе номер 27 Где я была директором Учителем математики А Наталья Николаевна Была учителем Истории общества знания Мы с ней вместе Заворачивали Очень интересные дела И школьное самоуправление И кадетские классы И учитель года И воспитатель года И везде она всегда Была активной участницей И я очень рада Что те ребята Которых она готовит Сейчас В рамках своей Новой школы 24 гимназии Они получили Такой же благодатный Отзыв Как и те С кем она занималась До этого Тысячу с лишним голосов Это гораздо больше Тех учащихся Которых Наталья Николаевна Обучала Значит слава не идет И она действительно Народный учитель Поздравляю Наталью Николаевну Прежде всего я хочу сказать Огромное спасибо Моим ученикам Потому что Победы учителя Это победы его учеников Спасибо им большое Спасибо большое родителям Спасибо большое Ирине Владимировне Ирина Владимировна Вы знаете Что вы для меня сделали Какой путь И дорогу В профессию Вы мне дали Если бы Не вы Не знаю Стояла бы я сейчас На этом месте И была бы я вообще В школе Огромное Огромное вам спасибо За путевку в жизнь Огромное вам спасибо За то наставление Которое вы мне давали В свое время Всему чему я научилась У вас Я никогда этого не забуду И буду хранить в своей душе Всю свою Педагогическую жизнь Потому что Профессия Учитель это не профессия Это жизнь Спасибо вам Мои дорогие ученики Десятый из десяти Победитель проекта Наталья Николаевна Морина Город Ставрополь 26 августа 1995 года Молодая выпускница Ставропольского Педагогического института Впервые перешагнула Порог школы В качестве учителя Школа стала моей судьбой Любовь к истории Проснулась еще в школьные годы Рассказывает Наталья Морина А на выбор профессии Влияние оказала Ее учительница Которая до сих пор Дает мудрые советы Мы до сих пор С ней поддерживаем отношения Я ей очень благодарна За то, что Именно благодаря ей Я оказалась в этом безумном мире Под названием школа Просто знать свой предмет Говорит Наталья Недостаточно Необходимо иметь талант Преподавания И быть на одной волне Со своими учениками Наталья Николаевна Встреляет надежду На то, что ты Получишь больше знаний Мне кажется, она уникальный учитель Она дает очень много Наталья Николаевна Обладает особой харизмой У нее неординарное Проведение уроков Просто это тот человек На которого ты смотришь Он с тобой общается И ты запоминаешь буквально все Что она говорит Это очень интересно На самом деле Нестандартность мышления Быстрота мысли И, наверное, детям нравятся Вот такие очень энергичные Способные вести за собой люди Конкурентоспособность Вот это слово у всех на слуху Но мы его через Наталью Николаевну Видим в действии А еще с Натальей комфортно работать Признается заместитель директора И по совместительству Мама и ее ученицы Но главное, что дети Под руководством Мориной Показывают отличные результаты То, что моя дочь в надежных руках А нам сдавать ей историю И общество знания Я живу и дышу каждый день спокойно Потому что моя дочь доверена Наталье Николаевне Я считаю, что мой успех Это успех моих учеников Я очень люблю свою профессию Я очень люблю то, что я делаю И я очень рада, когда я получаю результаты своего труда Уроки истории – это уроки жизни Каждый урок – это определенная судьба Судьба исторических личностей Судьба страны Судьба моих учеников И моя судьба в том числе Впереди у Натальи Мориной много планов И главное – непреодолимое желание самосовершенствоваться Наверное, именно так и бывает Когда работа становится делом жизни Это была церемония награждения победителей Первого краевого проекта «Народное признание» Мы узнали имена 10 лучших педагогов Ставропольского края По версии учеников и их родителей Мы очень надеемся, что этот проект станет ежегодным И с каждым годом количество его участников будет только расти Ведь наши учителя – это именно те люди Которые, безусловно, заслуживают народного признания Телекомпания СТВ – проект «Народное признание» Лучшие учителя нашего края Всем вам огромное спасибо, дорогие друзья Спасибо за то, что были сегодня с нами До новых встреч! Много новых историй готовит нам жизнь Мы с судьбой готовы спорить Судьба, держись! Ведь до нас были герои и были примеры Мы на них теперь равняемся и в них мы верим Ты сильный будь, ты будь смелее Пройти сумеем сто путей Но среди них наш путь один Всегда вперед мы победим Мы раскрываем крылья Мы обретаем силы Вперед! Россия! И только ветер нам в спину За это небо спасибо Вперед! Россия! Россия! Вперед! Мы покорим интеллектом, мы согреем душой Мы будем целиться метко, идти дорогой прямой Так легко и свободно, круче всех впереди Умным быть это модно, ты ведь с нами иди Ты сильный будь, ты будь смелее Пройти сумеем сто путей Но среди них наш путь один Всегда вперед мы победим Мы раскрываем крылья Мы обретаем силы Вперед! Россия! И только ветер нам в спину За это небо спасибо Вперед! Россия! Россия! Вперед! Мы раскрываем крылья Мы обретаем силы Вперед! Россия! И только ветер нам в спину За это небо спасибо Вперед! Россия! Россия! Вперед! Россия! Вперед!